Микс Ньюс. Утро на Болткоме. И мы продолжаем «Утро на Болткоме», и, наверное, мне кажется, что действительно музыка, в том числе классическая музыка, может быть прекрасным средством для исцеления, я уж не знаю, там как бы стрессов и всего снятия стрессов и успокоения нервов, поскольку недаром говорят. Вот я знаю, сколько знакомых, которые там в случае, если там поругались или что-то, еще ставили вот просто пластинку, еще в старые времена, ставили виниловую пластинку, «Авэ Мария», например, и вот это вот действовало совершенно магическим образом. Инна Давыдова в нашей студии. Добрый день. Кто же, как не я, может говорить о психическом здоровье именно в ракурсе лечения классической музыкой? Прошлую субботу у меня была концерт-лекция на Вейфе для всей семьи под названием «Зальцбург. Культурная столица мира. Моцарт и все-все-все». Моцарт родился в Зальцбурге, и я рассказывала много о Моцарте. И мы как раз говорили о том, я представила такую картинку, человек приходит к врачу и говорит, вы знаете, мне очень плохо, у меня нет настроения, у меня нет аппетита, мне не хочется ни гулять, ни работать. Я бы только лежала и смотрела бы в стенку целыми днями. Вот мне очень плохо. Ну, видать, депрессия. И доктор ему выписывает рецепт, говорит, вот, батенька, вам рецептик, вот, следуйте этим советам. И человек идет в аптеку, кладет этот рецепт, говорит, дайте мне то, что там написано. А ему говорят, это не к нам, а куда, говорит, а это в филармонию. Вот, потому что там написано каждый день два часа слушать Моцарта. Между прочим, таким образом в свое время от депрессии вылечили Жерара Депардье, знаменитый врач Дематис, который как раз практиковал лечение классической музыкой. И у Депардье были проблемы, ну, не психические, а психологические, скажем так, в том числе проблемы даже с голосом. Он не мог говорить толком, у него не смыкались как надо связки. И вот доктор прописал ему лечение каждый день в течение четырех недель, по-моему, Депардье должен был приходить в клинику и два часа в наушниках слушать Моцарта. Прямо вот под наблюдением врачей. Да, ему это очень помогло. А как вам кажется, это, ну, Моцарт, он всем подходит или все-таки у каждого человека есть свой какой-то? Кому-то там Шопена, да, кому-то Шуберта. Я думаю, что если говорить о лечении, я еще не углублялась в этот вопрос так серьезно, чтобы я могла давать рекомендации. Но говорят о том, что музыка Моцарта обладает терапевтическими свойствами за счет своей внутренней организации. Помните, был знаменитый фильм про воду, как она меняет кристаллы, кристаллическую решетку, в зависимости от того, какие звуки... Ну, как образ используем этот фильм. Но на самом деле, на самом деле, действительно, если верить в эти кристаллические решеты... Я очень извиняю, к сожалению, нет, но... Но как образ... Как образ, да. Да, вы знаете, я думаю, что именно Моцарт. Я думаю, что именно Моцарт. Универсальный. Универсальный, да, потому что в нем есть стройность, в нем есть теплота. И в нем есть вот эта внутренняя гармоничность всего, вот чем музыка оснащена. Это ритм, метр, перепады звучностей, гармонии, смены настроений, смены построения самой музыки. Оно настолько гармонично в целом, что именно музыка Моцарта считается терапевтичной. Но я предлагаю нашим слушателям всегда приходить просто на концерты классической музыки, потому что в наше неспокойное время, изобилующее негативными и эмоциями, и информацией, мне кажется, классическая музыка может давать вот то всем нам так необходимое ощущение стабильности. Ну, причем это происходит в разных ракурсах. С одной стороны, ты слушаешь музыку, написанную, скажем, может быть, за 200 лет до твоего появления на свет. И она в тебе вызывает отклик. И ты как будто бы понимаешь, что тот человек, который вот сейчас известен всем как создатель великих сочинений, что он также мечтал, страдал, любил, испытывал те же эмоции, просто умел их выразить в том виде, в котором сегодня они для тебя доступны, как телеграмма из прошлого. Вот ты получаешь это послание, и ты способен его прочитать. Это как бы одна сторона. Другая сторона, ну, очень многие сейчас, когда ищут вот эту стабильность, они хотят слушать только то, что они уже знают. И в этом смысле мы, как вот, я как музыкант, музыкант-исполнитель, и музыкант-просветитель, и все мое агентство, мы стремимся к тому, чтобы круг вот этих музыкальных знаний, музыкального опыта его расширять. И вот тому хороший пример, например, концерт, который состоялся две недели назад, как раз героиня одной из наших прошлых передач, да, вот Любови Каретниковой вместе со мной, мы исполняли музыку, которая в последнее время очень мало звучит, не только в Риге или Латвии, а вообще по всему миру. Немецкая камерная музыка. И вот те 60 человек, которые были на концерте, они вышли потрясенные. И этим накалом эмоций, этой доступностью, этим откликом, который в них эта музыка вызвала. И вот в этом смысле, конечно, любое музыкальное произведение, талантливое, оно вызывает вот этот отклик. Верим мы в кристаллические решетки, жидкости, из которой состоим или нет, но, тем не менее, этот эффект, его не оспорить. Ну, вот у нас как раз есть звонящий человек, может быть, он про этот эффект. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы услышать. Вот сорвался, позвоните, пожалуйста, вот сейчас прямо. Мы просто не хотели прерывать. Да, вот у нас звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. А так вы смотрите, вместо двух часов Моцарта два часа металлики поставить. Спасибо большое. Я знаю людей, которые мужчин для настроения это помогало. А вы знаете что? Спасибо большое. Для молодежи металлика – это очень хорошая возможность психологического выравнивания. То есть, как бы, слушая музыку, мы экстраполируем свои эмоции или свои проблемы туда или, наоборот, оттуда. И вот, мне кажется, для молодого человека, не для каждого. Мой сын металлику не слушал в своё время. Но это ни о чём не говорить. Ну, кстати, и металлика были прекрасны. Нет, она выступала и с симфоническим оркестром. И есть специальная программа, где просто оркестр исполняет симфонический оркестр, исполняет музыку металлики. Ну, и если мы говорим вообще о металлике, как о жанре, то я думаю, что не только он имеет право на жизнь, но он очень важен для молодёжи. Ну, кто-то потом всю жизнь металлику слушает, а кто-то потом уходит, выровнявшись внутри, человек, может быть, ищет потом и другую музыку. А я вот как раз хотел спросить, и в контексте металлики, мне кажется, тоже вопросы подходят, в том плане, что есть такое ощущение, что каждый жанр нужно слушать по-своему. Так же, как когда ты читаешь книги, ты знаешь, что у каждого автора есть какие-то свои приёмы, у каждого жанра, у каждого композитора есть тоже свои. Если ты много слушаешь рок, там для человека, который не слушает, тоже тяжёлый рок, то для него он весь звучит одинаково. Да, у него все китайцы на одно лицо. Да, именно так. И классическую музыку тоже, если ты её не слушаешь, то как бы Моцарта от Шуберта не отличишь. Не отличишь. Как правильно войти человеку? Я, скажем, к сожалению, всё пытаюсь заставить тебя научить слушать классическую музыку. С чего начать? Как это правильно сделать? А знаете, ну, сейчас очень многие слушают дома, слушают YouTube, надевают вот наушники, как мы сейчас с вами сидим. Мне кажется, главное начать. Ну, как? Ну, это же я не открываю Америку, если говорю, что любая дорога начинается с первого шага. Ходите, приходите, приходите к нам на следующей неделе на Дебарго. Вообще, о котором мы сейчас поговорим. Хотите, включите дома. Ну, возьмите, нажмите Моцарт в YouTube. Вам сразу выскочит много произведений. Ну, да, ну, вот я нажимаю. Ну, возьмите цирковая симфония. И просто сядьте и отдайтесь этому потоку. Не думайте о том, ой, сколько сейчас, 40 минут мне это слушать? Ну, ладно, ну, послушаю 20. Ну, не получится? Ну, 15. И просто представьте себе, что вы лежите в лодочке, и лодочка несет вас по спокойной или по не очень спокойной реке. Но порогов, чтобы вы там вывалились, нету. И вот просто плывите по этому течению, отдайтесь тому, что вы слышите. И она вас возьмет. А если она вас не возьмет, то вы рядом с ней постоите, как рядом с архитектурным сооружением, ну, если взять аналогию, или рядом с картиной знаменитой. Вы же в нее не входите, но иногда у нас бывает ощущение, когда мы смотрим на какой-то пейзаж или даже портрет, мы как будто бы туда попадаем внутрь. Даже есть сказки такие, где дети чудесным образом попадают внутрь картины. Вот так же и нам иногда удается попасть внутрь музыки. Но даже если вы просто рядом с ней постоите, вы что-то в себе другое откроете потихонечку. Это не надо этим заниматься постоянно, потому что жизнь очень разнообразная, в ней много всего. Хотя у меня когда-то была ученица в Пушкинском лицее, которая провела эксперимент. Пока все слушали рок, металлику, это было тогда вот на гребне, она месяц слушала только классическую музыку. Причем она слушала ее по 4-5 часов в день, наушниках. То есть она с ней жила. И потом, когда вот этот период у нее прошел, она сознательно этим занималась. Она поняла, что она в этой жизни хочет и чего она не хочет в этой жизни. То есть очень многое в нее в голове изменилось. А вот слушать музыку в наушниках или все-таки на концерте, это в чем главное отличие? Главное отличие в степени сопричастности, мне кажется. Когда ты слушаешь, вот я даже себя сейчас слушаю в наушниках, я себя воспринимаю иначе. Значит, наверное, с музыкой тоже самое происходит. Ну, у меня, скажем, у меня есть тренировка. Я могу ее слушать и так, и сяк, и как угодно. Но я под классическую музыку ничего делать не могу, например. Многие включают классическую музыку и параллельно пишут, или там уборкой заниматься я не могу. Вот именно классическую, академическую музыку я тогда сажусь и слушаю. Или я не слышу ее. А если я ее слушаю, то я могу позволить себе и в зале, и не в зале. Но тому человеку, кто по-настоящему этим интересуется, ему надо понимать, что это будут две разные музыки. Одно – это когда он ее слушает дома, в расслабленном состоянии, в домашней обстановке, в домашнем костюме, в записи. А другое дело, когда он приходит в зал, и там есть еще хотя бы, как у нас сейчас в маленьком зале, 50 человек, которые дышат в унисон. Хотя, как показывает практика, каждый уходит потом со своим пониманием. Но вот это ощущение сопричастности, оно никогда не будет таким полноценным, когда ты слушаешь записи. Но другой разговор, что мы не можем ходить каждый день на концерт. А люди очень многие слушают музыку постоянно. Но это как разница между театром и записью театрального выступления. Вроде как по картинке похоже, но в театре ты находишься на сцене. Как интересно, вот сейчас это тяжелое время, особенно весна, когда люди оказались оторванными от культурных событий, их оторвали очень резко. И вот как кто заполнял для себя вот это пространство. Некоторые просто как марафоны такие устраивали. Они смотрели оперные спектакли. Я просто по Фейсбуку это знаю, я там в разных группах, и очень интересно было наблюдать. Они вот просто потребляли, вот просто объедались вот этими впечатлениями. И я понимаю так, что если бы даже у них была возможность каждый день, предположим, кто-то подарил тебе такой безумный абонемент, и ты каждый день можешь ходить на самые лучшие спектакли вживую. Ну вот представим себе такой удивительный мир. Ты сегодня днем идешь в Байройд на спектакль по Вагнеру, вечером ты идешь в Ласкало на Верди, завтра еще и так далее. Я думаю, что они никогда бы на это не согласились в живом ощущении. А в записи это возможно. Ты можешь ее остановить, ты можешь отключить, ты можешь повернуться. Кто там написал, что в это время чем-то другим занимался, разбирал коробочки со специями. И смотрел, слушал одним глазом. Это другая степень вовлечения и другая степень эмоционального воздействия. Давайте немножко поговорим, говоря об эмоциональном воздействии. Все-таки мы должны поговорить о том актуальном событии, которое нас ожидает на следующей неделе. Мы очень часто теперь говорим. Выдающаяся, уникальная, исключительная сенсация. Но вот в данном случае, я думаю, это действительно сенсация. Не его концерт в ринге, а его существование как артиста в принципе. Я говорю о Люкаде Барге. В свое время, в 2015 году, уже 5 лет прошло, его выступление на конкурсе Чайковского стало реальной сенсацией. Оно стало сенсацией в разных смыслах. С одной стороны, он не получил премии. Да, он не стал лауреатом. Он получил четвертую премию. Но он получил премию критиков, и он стал настоящим открытием конкурса. Просто для места, как бы лауреатского, ему просто не хватило опыта. Он до этого даже с оркестром никогда в жизни не играл. Вообще, у него опыта просто такого не было. Это очень сложно. Но он стал подлинным открытием. И со времен Вайн Клайберна, например, а это уже 50 лет назад, 60, это не знала Москва такого взрыва музыкального. Хотя открытия и радости, и влюбленности были всегда в артистов. И мы знаем, как многие музыканты, в свое время получившие и не первые премии, как Соколов, например. Он тоже не первую премию получил в свое время на конкурсе Чайковского. Но его жизнь, его служение искусству, его дар, они оказались гораздо сильнее, ярче и крупнее, чем любая победа на конкурсе. Что касается Люка де Барга, вернусь, что касается Вэна Клайберна, это было еще обаяние, это же был разгар холодной войны. Это обаяние вот этого американского мальчика, такого теплого, такого светлого, такого открытого. Да еще и представителя в общей конве русской пианистической школы, потому что он ученик Розины Левиной, который родом из России. Сейчас, когда слушаешь его записи, они, в общем, так сильно не впечатляют. Но тогда это было вот такое открытие мира для советского человека, я так думаю. А что касается Люка де Барга, то это, понимаете, чем прекрасна музыка живая, тем, что ты каждый день можешь открывать для себя новые интерпретации, если ты в ней разбираешься. Сегодня один играет, завтра другой, пусть это третий, и это практически каждый раз звучит по-новому. Так вот, у Люка де Барга настолько особенный взгляд на все, что он делает, он умудряется вот эти 80 клавиш так расцветить, такой палитрой, он способен настолько тебе эту музыку представить объемной и как в 3D-формате, что ли, если говорить современным языком. То есть она приобретает какие-то другие ракурсы, которых ты даже в ней не подозревал, даже мы музыканты. И в этом во всем есть свежесть невероятная, и это не свежесть юности, которая всегда подкупает, а это свежесть взгляда на мир. То есть когда ты встречаешься с совершенно иной точкой зрения, она не противоречит ничему, она просто другая. Вот как другой угол зрения, вот у него такой угол восприятия музыки. И это покоряет вот с первой ноты, причем это и в записях сохраняется удивительным образом, а на концерте это просто магия. Он берет маленькое произведение, например, «Соната Скарлатти». Он сейчас совершил такой своего рода музыкантский подвиг, записал все «Сонаты Скарлатти». Это 500 штук на комплект целых дисков и очень высоко оценены критикой этот труд его. И он играет «Соната Скарлатти» и найдет две минуты. Он за эти две минуты создает мир. И ты в нем просто утопаешь в хорошем смысле, как, можно сказать, как в саду весеннем в этом мире. Потом он делает маленькую паузу и играет вторую «Соната Скарлатти». Третью, четвертую. Боже мой, «Соната Скарлатти» дети в школах играют. Вообще большие музыканты, особенно романтического склада, они очень редко эту музыку играют на концертах. Они берут что-нибудь масштабное. А тут такие маленькие фитюлечки, которые Скарлатти писал для принцессы испанской, чтобы она училась хорошо играть на клавесине. И вдруг он создает для тебя, строит на твоих глазах новую вселенную. Это чистая правда. Это говорю не только я, музыкант со стажем. Это говорят мои приятели, друзья, просто слушатели, просто просвещенные слушатели музыки, которые любят это дело. Они врачи, экономисты, юристы, учителя. То есть это люди не музыкальных профессий, они просто любят музыку. Но вот они разными словами потом это описывают. Есть такая врач замечательная, Елена Шафрова, она очень хорошо пишет, в том числе и на Фейсбуке, и живой журнал. И она даже такие слова находит, которые мне в голову не приходят, как описать вот свое состояние. Ты впадаешь, я очень не люблю вот этого всего высокопарного, но ты действительно погружаешься в какой-то особенный транс. Причем очень такой позитивный. Тут нет, в этом нет ничего опасного. И выходит мальчик, он когда первый раз к нам приехал, ему было 25, сейчас ему 29, ему 30 исполнится через пару дней после гастроли в Риге как раз. И он забирает тебя в свой мир, и он тебе рассказывает какие-то невероятные, завораживающие истории. От Библии до, не знаю, Пелевина, что угодно. Но это дает нам, как музыкантам, надежду, что это все живо. У меня есть такая теория, что в каждом поколении, каким бы оно ни было, по ощущению предыдущего поколения, упадочным всегда находятся какие-то личности, которые перенимают эстафету. Вот в данном случае он тоже перенял эстафету великих мастеров, но он сам совсем другой, особенный. В свое время это его педагог, кстати, тоже советская фортепианная школа, Шерешевская, она закончила, по-моему, в Баку консерваторию. И сейчас живет во Франции, и она взяла его 16-летним, по-моему. Просто интересовался музыкой, кстати, поздно стал играть. Никакой не вундеркинд. И жил в невероятных условиях. Он жил у бабушки с дедушкой, у него не было отдельной комнаты. Он подрабатывал в баре и где-то еще, чтобы вообще еда, чтобы у него была. И тут, представляете, человек, который вчера не имел отдельной комнаты, чтобы заниматься, я уже не говорю, чтобы спать, сегодня получает ангажементы от концерт Гебау, играет с Гедоном Крэмером, играет с Гергиевым, играет в Карнеги-Холли. Вот такая метаморфоза за счет таланта и невероятной концентрации усилий. То есть он, конечно, безумно много занимается. Он, когда второй раз к нам приехал и спросил, как у тебя настроение, он сказал, у меня очень болит спина, потому что я то за роялем, то в самолете. И я его возила даже к врачу, чтобы ему немножко помогли. Это дикий труд, дикий труд. Причем он очень быстро учит, у него очень хорошая голова. И вообще по складу отношений к жизни он, конечно, философ. Он философ, может, он когда-нибудь станет писать книги. Пока он сочиняет музыку. Сам пишет. Да, сам пишет. У него уже более 20 произведений крупных. Кстати, одно его сочинение исполняла Крэмерата вместе с ним два года назад в «Цейсисе». Интересное произведение. Но мне кажется, что как интерпретатор чужой музыки он скажет больше в этом мире, чем как композитор. Так вот, может быть, потому что, к сожалению, эфир подводит к концу. Когда, где и что? Друзья, 19 и 20 в Большой гильдии круг возможностей ограничен, поскольку мы сажаем через раз в шахматном порядке. Поэтому на каждый концерт только 300 мест. Места еще есть, но их очень мало. Билеты от 15 до 50 евро на нашей странице фонда Германа Брауна или в сети Биллишу Сервис. Не пропустите этот уникальный концерт, потому что в данном случае я честно и однозначно и без всяких экивоков могу сказать. Люка де Барк – это сенсация 21 века. Спасибо. У нас в гостях глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова. 19 и 20 октября, если вы не знали, чем бы заняться. А даже если знали, все равно бросайте все и приходите. Это большая редкость. Когда еще следует, сейчас такая величина к нам приедет в Ригу. А эфир сегодня для вас провели Артем Либин и Олег Пека, звукорежиссер Евгений Копейн. Спасибо, что были с нами. И оставайтесь на нашем огне. У нас сегодня много интересного.